Здравствуйте, друзья мои! И забвение античные философы считали даром богов. Без забвения мы бы никогда не были счастливы. И, возможно, в этом есть своя правда. В одной из новелл Борхеса есть рассказ о молодом человеке, который неудачно упал в слушайте, и с ним переключилась настолько редкая болезнь, что Борхес описывает эту историю с каким-то удивительным трепетом и восторгом. Болезнь заключалась в том, что молодой человек перестал забывать. Он помнил абсолютно все. И это его бесконечно мучило. Он, возможно, даже, как предполагает писатель, он от этого и скончался. Но мы, конечно же, люди простые, могли бы сказать, что такому парню с такой болезнью надо бы и позавидовать, потому что все время что-то забываешь. И кроме естественного забвения, кроме забвения такого экстраординарного, есть еще духовное забвение, которое мы выделяем в особый разряд. Мы его обнаруживаем, если внимательно наблюдаем за своей духовной жизнью. Какое-то забвение, которое происходит от некого тлетворного мистического воздействия. Почему-то уличные стишки, какие-то глупые, совершенно подростковые песенки, которые ты когда-то слышал в школе или на улице, они отпечатываются сразу, без повторений, в памяти. А евангельские стихи просто выцветают за несколько дней, если ты не повторишь эти строки. Почему так происходит? Почему вот всякую дрянь мы запоминаем с такой легкостью, и потом никак не можем от нее избавиться? А то, что полезно для души, то, что очень важно, с этим так сложно жить. И вот в молитвах к Святому Причащению, которые были написаны святыми отцами и являются в большей степени не правилом, а образцом размышления, богомыслия, больших, великих праведников перед тем, как приступить к чаше. Для нас это, если хотите, учебник. Там есть строчка, знаменитая строчка из молитвы святителя Иоанна Златоуста о том, что мы можем пасть жертвой мысленного волка. И обычно, когда читаешь молитвы к Святому Причастию, они длинные, многословные. Начинаешь как-то засыпать постепенно. Почему-то со мной так происходит, когда я дохожу до мысленного волка, тут я тут же просыпаюсь, потому что меня этот образ волка, да причем еще и мысленного, как-то очень-очень волнует. О чем здесь говорит святитель Иоанна Златоуста? «И да не на мнозе удаляйся общение твоего, от мысленного волка зверу ловлен буду». Кажется, тут все понятно. Но если присмотреться к каждому слову, не очень, не очень понятно. Зверу ловлен. Что это значит? Очень редкое прилагательное, которое встречается, например, в книге Левит. «Тхириалатас». «Тхириалатас». «Зверу ловлен» — это значит «быть схвачен диким зверем». То есть я могу оказаться добычей дикого зверя. Вот так вот можно было бы на русский язык перевести. Причем это «дикий зверь» кто? «Дикий зверь» в данном случае — это мысленный волк. «Люкос наэтос». «Наэтос» — тоже прилагательное, которое очень часто использует, например, Платон. «Наэтос» значит «умозрительный». Умозрительный или умопостигаемый. То есть то, что касается сферы нематериального, нечувственного. Но, в общем-то, в словопотреблении Платона это указание на что-то благородное, что-то очень возвышенное. А тут волк. Понимаете, какой-то волк со своими глазищами, клыками, но при этом мысленный. И не потрогаешь его, но при этом он может тебя разодрать. Ты можешь быть пасти жертвой этого мысленного волка. «Люкос наэтос». Конечно же, мы в этом образе видим отсылку к евангельскому тексту. Достаточно вспомнить знаменитую притчу о пастыре Добром из Евангелия от Иоанна, где говорится о волке, который приходит и распудит овцы, как говорится в славянском тексте. И от этого волка нас спасает пастырь. А святитель Иоанн Златоуст здесь говорит вот о чем. Что с нами это происходит, нападение этого дикого умозрительного зверя с нами происходит в тот момент, когда я удаляюсь от чего-то. От чего я удаляюсь? «И да не на мнозе удаляйся общение твоего», общение кенония, имеется в виду Евхаристия. «На мнозе удаляйся» — это значит «надолго удалившись от общения с твоими тайнами, я становлюсь жертвой дикого зверя, мысленного волка». То есть я превращаюсь в жертву этого умозрительного волка от того, что я отхожу от Евхаристии, от общения с Господом. И тут мы, конечно же, вспомним знаменитую историю из жития преподобного Макария Великого о женщине, которая оказалась в очень сложной ситуации, просто какое-то было бесовское наваждение страшное, и никто не мог помочь ни молитвы священников, ни помощь врачей. И только преподобный Макарий Великий увидел корень проблемы. Он ей сказал, «С тобой это все произошло, потому что ты пять недель не причащалась». Мы бы сейчас сказали, «Боже мой, ну как вот слишком, знаете, предметно очень очевидная фраза, зачем, пять недель, что это за арифметика такая». Преподобный Макарий Великий в таких вещах очень хорошо понимал, как и вообще все внимательные люди, как священники, например, которые внимательны к своему духовному состоянию. И я неоднократно слышал от батюшек, некоторые даже испуг, они боялись пропустить воскресную литургию. Они боялись пропустить воскресную литургию. Один епископ мне даже говорил о том, что если он меньше, чем три литургии в неделю совершает, с ним начинается что-то происходить невероятное. Они понимают, что мир духовный, вот этот умозрительный, наэтос, он очень опасный. Люди светские, погруженные в суету, часто даже просто не дают себе отчета в том, что этот умозрительный мир существует, в котором реальны волки. Они реальны, это невыдуманные волки. У них и есть все возможности причинить нам боль, страдания, даже довести нас до смерти. И поэтому нужно держаться руками, ногами, зубами за святыню Божию, за Евхаристию, за священное писание. И я бы сказал, что здесь кенонию, то есть общение, эту фразу из молитвы мы должны понимать очень широко. То есть речь идет не только о Евхаристии, о причастии, но, например, о чтении священного писания. Обратите внимание, если вы сделаете долгий перерыв между чтением священного писания, например, положено читать каждый день по главе из Евангелия. Это, в общем-то, все прекрасно знают. А тут вы и заболели, или, может быть, куда-то уехали, или, может быть, отвлеклись. А может быть, ремонт, а может быть, документы нужно собрать. День пропустил, второй, третий. И потом ты начинаешь вдруг понимать, что у тебя как будто бы тебя затянуло тиной, затянуло бурой тиной гладь старинного пруда. И ты просто становишься глухим к Слову Божию, к чтению писания в целом и к чтению священных текстов, к чтению молитв. То есть нужно постоянно поддерживать, поддерживать себе этот огонек, маленький огонек лампады, трепетов, и хранить единство с Господом. Не отходить от него далеко, потому что волк не один, а там целая стая. «Занесу поста тварь дьявол», сказано в другом месте Писания, «яко лев рыкая ходит, из ки кого поглотите». Вот эти хищные звери пользуются любой нашей оплошностью, любой нашей беспечностью, поэтому нельзя надолго отходить от причастия, от церкви, от чтения священного Писания, от чтения святых молитв. Нужно держаться Господа, иначе мы легко станем добычей мысленного волка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok